Тактический тайм-аут. Арсений, так вы специалист по клинингу, как оказалось? Да, 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 да. Приз пока что перетягивается в апартаменты. Глейва под короткий выпускает. Тарик не начекал? По-моему, не заметил Глейва. И сейчас Бриз должен выступать ключевым игроком. Но Глейв какой же голову шикарный. Вежливый бюбри также подключается. Но Итан с больших отрабатывает. Загирает и Вайса. Но здесь должен быть синхронный выпад. Последним остается Итан. Один против двоих. Против троих остается. Один на один против Глейва. 7 хп, Итан! Какая пистолетка от американцев. Не законтролили. А я помню такой момент уже был у ЕГЭ. Когда, по-моему, против Тайлони играли. Там Итан один в пять просто пистолетку разложил. Бриз, по-моему, это был. Тоже на Инферно, тоже на Апленте. Один из, да, действительно нереальных моментов. Но, что касается самого пистолетного раунда. Он, конечно, экспериментальный. И самое, черт возьми, главное, что он сначала вроде не получился. Помимо, ну, вот, наверное, этой вылазки на мидл. Больших. Таких выпадов мы не наблюдаем. Минус от Глейва. На дуге. И церк уходит. Расстановка нау Астралис довольно интересная. Дюпри морозится на тюрьме. А Мэджис, по-моему, на песках. В этот момент Глейв идет поджимать банан. Очень нужно. Второй минус. Он попадает по третьему. При этом по третьему залетело вообще какое-то волшебство. Смотрим теперь за Зиппиксом. Скорее всего, Бриза он уже никуда не пропустит. Вот как? Как это возможно? Капитанище просто. Зиппикс. Браво. Зиппикс. Мозг. Ну, ЕГЭ сейчас с отличной возможностью. Нам Аппоинт это упустили. 2 в 4 на мгновение ситуация была. Там и Станислав убийство дал. Да, его мгновенно разменяли. Но все же открывается команда без флешек. Судя по всему, Дюпри сейчас, возможно, звездный час будет для него. Одного второго. Там Бриз. Да, двоих не мэйтл за Брайдл. Что? Как так? Друзья, 4 в 3. Команда Астралис получает джекпот на барабане. И главное теперь закрепить это преимущество за Брайдраунд. Но Бриз реабилитирует себя. Забирает Глэйва. Осталось найти Девайса. Девайс тянет фраг. Прострел от Арика. 2 в 2. По идее преимущество есть у ЕГЭ. Но очень призрачное. ХП невероятно мало. За Эликом отсиживается. Зипикс. Дает выстрел. Предотвращает установку бомбы на какое-то время. Не догорает, что ли? Как так? Что за молотом? Не-не-не. Наконец-то разгорелся. Зипикс вышел. Да, Майджетс, тем не менее, остается 1 на 1. Дропается. И с девятки его Бриз все-таки подловил. И за это сейчас поплатился жизнью. 2 тим-кила. По старту, тем не менее, Дегэ это никак не смутило. Они сумели до конца расправиться с этим раундом. Вообще чувствуют они себя здесь словно рыба в воде. Но сейчас Арт как-то ни к чему спалился вообще. То есть ни к таких ест на завтрак. Дальше проверяется. Как красиво он двигается. Вы просто посмотрите на это. Это Ковач, друзья. И даже не Ладислав. 1-2, дальше блайнд. Ты думал, он в блайнде сейчас уже заберется. Хонда! Что? Квадрокилл от новичка. Молодой-то в деле. Вот это заехал. Вот это объяснил, кто тут Ковача. И жаль, что не он, судя по всему. Но тем не менее. Оформить эйс против коллектива G2 уже во втором раунде. Хонда! Хонда делает эйс! Вот это врыв! Вот это первая карта молодого и зеленого бразильца. Лучше, лучше. Сейчас, может, и джуниора никуда перевозить не придется. Вот это, конечно, выдал. Но флешка залетела неэффективная. Нужно отметить, вот посмотрите, у Ника был флеш-ассист от Кенни Эсса. Вот так вот получилось. Сейчас пистолеты. Просто занятие банана. Молотом вообще нисколько G2 не смущает. Ну и напрасно. Снова флеш-ассист от тиммейтов. Хонда разваливает с ХЕшки. По итогу подключается. Квадрокилл делает второй эйс! Просто что происходит? Хонда! Да они сами идут! Я ничего не делал! Кто это такие? А пройти Юри. Арта тем временем ловят на Андере. Поджим не самый тайминговый. Некса на сэндвиче. Минус как раз таки по Юри, который забрал ковры. Есть, кстати, неприятность в том отношении, что бомба сейчас на коврах. Как-то за ней нужно будет пройти. А момент уже 1-2 для Ксерата. Но он несется за калашом. Дальше пикает коннектор. Очень осторожно. Отрабатывает против снайпера. Не позволяет ему даже нажать на кнопку. Еще один хэдшот в Ксерата! Затаскивает клаш 1-3 против G2. В любом случае не допускают постановку планта. Что для фури есть огромный плюс. В следующем раунде можно вполне неплохо зафорситься. Хонда делает 3 минуса. Хонда что творит? Нюк только начался. Он уже делает хайлайты. Остановите его кто-нибудь. И Аманек не дефузит. Хонда квадрокилл ставит. Что молодой вообще творит? 1 на 1 остается Хонда. Эйс будет ли? Аманек 1. Хонда. Последний фраг. Это минус 5 от молодого дарования Бразилии. 3 эйса. 3 эйса, друзья, против G2. В своем стартовом матче оформляет Хонда в это. Невозможно поверить. Но Хонда делает невозможное. Там он самим плюс клинтоку тоже достаточно редко брал. Там за диффенс. Ооо, за Иву. Самолет птица, нет конфиг. За Иву разобрался в ситуации. Отлично сбил. Да, очередной раз, когда у нас команды в диффенсе, не приобретаются птифус киты. Делают упор на арморы. Мета. Ну да, мета такая, без чипчиков играют. Это приведет. РПК, 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 квадрокилл ставит. И последним остается Блэйм. Ну что, может, Тейс? Просто дуло своего танка воткнул сейчас в оборону комплексти на точке А. РПК. Будут вполне довольны тем, что пару минусов. РПК им стил под миссу туха яшку кинул. Кто, друзья, обратил внимание, что произошло? Спаундинг с отсюда. Ладно, выход у нас пока что на базу А. Отчаянные попытки сопротивления. Раш минус два, треть на подходе. Четвертого. Ой-ой-ой. Что за красота вообще с пистолетом этих творится? Второй день подряд. Не дожидаясь девайсного раунда, все же два форса в двух половинах они завезли. Но это нереально красивый момент. И пистолетка от РПК, конечно, была очень сочна. Но здесь, когда на декле такие ваншоты залетают, это всегда... Ну, ничем не хуже точно. Потому как Электроник поджал ковры, но там был Нав. Синий зверя проходит дальше. Не ожидал, правда, Бита увидеть с СЗшкой рядом. Элитж по этой инфе заходит на Аплент. У Бита есть при этом автомат Калашникова. Бит может славить Грима. Получилось. Бомба все-таки прошла. Бит ждет пять тиммейтов. Откидывает смачок на короткий. И вот тут вопрос. Астю, астю, это подставляется. Бит отличная работа. Уже трипл в этом раунде. Команда Нави начинает действовать все-таки. Симпл может дать какую-то гранату. Нет, он еще не кидает. Элитж, правда, слепой. Фолин внутри плента. Элитж. Битит короткий. Погибает все-таки отбито. Еще один минус. Фолин. Один на один против молодого игрока команды Нави. Бит. Все-таки не успевает раздефить бомбу. Да, очень круто сыграли в Ликвид в этом моменте. Но не менее круто отыграли Нави. Все-таки быстрая подсадка от инфы. Фолин падает. Не ожидал прыти отраженных побеждать. Бомба установлена. Ситуация два-три. Стюи. Бумыч забирает своего. Стюи не перестреливает Бумыча. Какая просто трагическая драма на выбивание. Очередная. Грим. Остается один-два. Жесть. Просто жесть. Что берут Ликвид по окончанию каждого раунда. Видели, оценили и поняли, что он к онлайну не готов. То есть здесь уже пока не ясно. И Ликвид железно встречает улицу. Конечно, попытка сыграть коварно от Нави тоже четкая. Но очень четко Элич попадает. Наносит много дэмэджа. Как же он живет. Как же он долго живет за этим ящиком. В итоге делает трипл Элич. Погибает абсолютно вся команда Нави. Электроник красный. Один Хеллспоинт. Эльич его пушит. Это квадро от одного из сильнейших игроков мира. Перестрелять Нави весьма серьезно выглядит. Особенно учитывая... Хотя нет, Навсориентировался. Это что он делает? Он просто давит. Он просто давит без шансов. Они его не считают. Он делает какую-то неадекватную историю. И Нави развалились. Это просто жесть. Навс, что ты просто натворил. Знаешь, вот смотришь за игроком там. Его спалил игрок в коротком. Ну все, понимаю. Сейчас игроки вместе его зажмут. Выходит игрок из окна. Он просто выбирает решение абсолютно нелогично. На морозе врывается в дверь и начинает по одному уничтожать. При этом Нави даже по информации не успели сориентироваться. Вот один размен все же удалось сделать за счет второго на скале. Но на этом пока интрига все еще в раунде жива. Причем очень даже сильно симпл. Суровище хатшот. Вот это реакция. Вот тут надо точно посчитать тики. Я даже не понял, как он это сделал. Надо срочно повтор. Но поздно. Тут первый ходит. И вот второй, что он там уходит. Это жесть. Даже CSGO не понимает, как это. Это прострел в голову. Вообще. Человек уже ушел. И симпл просто догоняет. Они восьмерку догоняют, чтобы его убить. В итоге на восьмерке забирают перфекта. Очень круто выходит. Но симпл успел залезть на 9. 3 в 3. Симпл забирает плент. И бомба по итогу упала. Электроник в мейне. Дверь не сыграла. Играет дверь, но совершенно не то пальто. И Нави перестеревает. Ну, кстати, этот очень простой раунд мог получиться. Хотя Фоллен забирает электроника. Остается 1 в 2. Ну, вот кто сделает Фоллен. Фоллен в итоге выходит на базу АС-9. Забирает соперника. Флэшку подозревает, что там второй. Но последний игрок обороны будет идти в 9. Как раз таки его услышал Фоллен. И пытается манцеваться в этой ситуации. Симпл с юспом знаем, что соперник красный. Интересно, почему Диггл выбрал Фоллен. В итоге он был прав. Он берет этот клатч. 12-11. Вместе с тиммейтами уже на зеленке. Выход на новичка команды Фурия. Хонда моментально отъезжает. Дорога к Апленту открыта. Его можно зажимать. В больших песках плохой девайс. Это импэха. Перестрелять зеленку он не сможет на такой дистанции. Но флэшку успел откинуть. Правда, реализовать эту флэшку не удалось. Придется играть контактный бой, который Юрий выигрывает. Вообще в строгача. Он уверенно и люто справляется с четырьмя игроками. Казалось бы, в такой, ну я не знаю, безвыходной позиции ситуации. Втроем на базе Б оставаться едва ли не до конца раунда. У нас Арт. Арт. Вот это железный Арт. И Арт третьего еще кладет. Вообще без шансов. Ну все. Разорвите его. Семеро, говорит Арт. И еще одного забирает. Тарик АФК идет на базу А. Просто квадрокилл Хонда последний. Выходит на ребра. Да сплит базы Б. Понял? Но какой-то непонятный сплит базы Б. И во всей этой движухе, конечно, явно здесь. Ох, как он тут перестарался чуть-чуть. Ну Станислав выходит. Мог побачить. Сейчас игроку под коврами. Делает килл. Бриз падает. По Станиславу была инфа. Что делают ребята? Они просто заливают свою игру. Церк делает два минуса. Церк один на один против Хонды. Бомба. У Хонды нет дыма. У Хонды есть граната. У Церка 74. Хонда должен... Хонда делает вид, что разминирует. Он просто дефузит до конца. И он это делает. Ой-ой-ой-ой. Церк. Как же, как же аккуратничал Церк. Чего он боялся? У него было ХП. У него было, во-первых. У него думал, что там... У него было ХП. По-моему, какая-то граната оставалась. Или что-то такое. Заметили, кстати, друг друга игроки. Флешка сработала и тому, и другому голоса. Нет, Элик видел. Четкая голова по конфигу. Второй минус. Два на три. Но позиции при этом у команды Na'Vi отвратительные. Они в смоках. Юги забирает перфекта. Смог развеивается. Юги докидывает еще одну гранату. Подбирает бомбу. 25 секунд до конца. Ну и смотрим. Элик сумеет ли затащить. Важнейший для команды Na'Vi клач. Ловит. Первый второй. Такой спрей. Фирменный царский спрей от Элика. Ну хотя бы чуть-чуть выравнивает эту тяжелейшую игру для команды Na'Vi. Ребята халдят. Летит флеша. Электроник на джангли. Бумыч понимает, что это выход через яму. Электроник. Отличная работа против Блейма. Но ответочка от комплексти. Бумыч наказывает GKS. И ситуация 2 в 3. Нужно торопиться. Флейми и Перфекта. Бумыч живет до конца. 20 секунд до конца. Откидывается флешка. Бумыч вертится как может. Его до сих пор не забирает. Уже успевает Флейми подойти на тикет. 15 секунд. 15 секунд до конца. Флейми нужно срочно выручать своего капитана. Бумыч, как же здорово в этом раунде отыгрывает. На юге. Какой ноу-скоп по Флейми. 7 секунд до конца. Ситуация. Боже. Что он тащит. Просто нереально. Я вот провтыкал, где Перфекта в этот момент умер. Игрока дал инфу конфигу. Конфиг соответственно смотрит пристройку. Но Бумыч был готов отстреливать будку. Делает свой первый минус. Видел сейчас от Бумыча защиты, что убегает с улицы у нас Перфекта. Но при этом Бумычу удалось забрать Раша на Апленте. Правда вот на шифте перемещается юг. 12 хп у него, поэтому лучше не рисковать. Закидывается флешка еще с девятки. Ну и 2 в будке. Отыгрывает мейн. Бумыч шикарно перестеливает. Второго так же переводится. Это уже квадрокилл для Бумыча. И будет ли эйс от Капитана? Ну возможно. Юги 12 хп играет с Авиком. Это эйс от Бумыча. Бумыч! Отличная работа. Круто отыграл. Слишком много времени потеряют. А там посмотри, где уже сами комплексы. Кстати, Нави если бы пошли. Там GKS Юги уже забылял. Но Симпл даже не знал, что тут Блэйм вышел. Видишь, Блэйм вообще зашел сейчас на степе и Симпл пошел. А Симпл с диффуз китами. Подождите. Подождите. Я сейчас раунд возьму. Он с этим диффузом. Что? Что? Что он может брать? Диффузить? Что? Симпл! Какая жесть! Что происходит вообще? Это первый раунд по Нави. Что за фейл от команды комплексити? В итоге Симпл, который непонятно что сделал. В этом раунде поначалу не купил авик. Взял Дигл. Полный провал от Нави в защите Б базы. Но то, как сыграла команда комплексити, как они вообще все ушли от этой бомбы. Слушай, ну Бумыч с битом сейчас перекрестный огонь могут устроить. Вот где за Б2, да, у нас находится еще. Или за Б3 Симпл. Симпл первый минус дает. И в это время забирает бита. Еще один минус. Симпл три минуса. По итогу оборвляет. По итогу он выкрывается. Остается один на один, но информация-то уже старая. В итоге есть ХЕшечка. Конфиг откидывает ее. И все-таки Александр Костолев делает квадрокилл в этом раунде. И как же он выручает команду Нави. GKS играется за вторым ящиком. Выход от команды Нави на точку Б. GKS ловит перфекта. Отыгрывается там же. Минус еще. Электроник показывает GKS. Плюс-минус понимает, что на хелпе еще один. Подбирает бомбу 45 секунд до конца. Устанавливает ее перед фонтаном. Врыв под флешку бомба стоит. Забирает логи Блэйма. Ловит еще и Юги. И слышит дугу 1 на дисконфига на электроник. Очень важный момент. Жестко отыгрывает Элик. Красиво отыграл. А куда там смог вообще GKS побежал-то? Бомбу поставил. И давай его пор, шашки наголо. А я готов как бы его убивать. В итоге... Там диффуз китов нет. Это самое главное. Сейчас дает бита. Это просто идеальная ситуация. Сказал сначала, что... Ловит первого. Ловит второго. Начинает нашивать смог. И все-таки времени нет. Команда Na'Vi побеждает со счетом 16-11. Остается в рамках Бласта. И надеемся, будет и дальше радовать нас уже со следующими оппонентами. Чудом он не увидел Дюпри. В итоге врыв у нас от Дюпри продолжается. Еще два минуса из Ауга. Ника и Амане остаются вдвоем против троих. Вынуждены заходить все равно на точку А. Ника отлично ловит девайса. Мэджиск вместе с Глейвом. 2 в 2. У Глейва скаут. Смог лежит. Ника. Еще один минус. Мэджиск пробовал реализовать свой дигл. Не получилось. Тем временем Глейв пробует забрать игрока на пленте. Но и пусть тоже не летит. Отличная работа Ника. Сколько фрагов? Квадрокилл от него. Где-то G2 достаточно комфортно идет. Их логотип уже пылает. Огненный самурай это еще опаснее. Особенно когда у Астралии экономики-то никакой нет. Только сейчас, спустя сколько? 3-4 года я понял, что это самурай. Я никогда не замечал. Я думал, что просто там G2 написано у них. А теперь я понял, что это самурай. Вообще вариантов статистики много можно вытянуть. Ладно, давайте постановимся пистолеткой. Выход на Нексу. И сразу два фрага в ухо. Глейв и Дюбри. Да, занесли пачку. Вся команда G2 может стягиваться. Но при этом классная флешка. Мэджиск наказывает Ника. Кенниес приходит на помощь минус Мэджиск. Но бомбу все-таки Астралис забрали. И не все так печально, не все так плохо. 2 в 3. Девайс слышит врыв. Ловит Некса. Ловит Кенниеса. Остается тут 1-1. И что творят Астралис? Но теперь Дигл есть у их команды. Зато у нужного человека это Мэджиск. Врыв на дуге. Ника падает. Умирает Некса. На ровном месте. Ошибочки. G2 приводят к провалам. Но шашлычок от Кенниеса. Девайс погибает. Глейва прострелили. Кенниес ловит Зипекса. Выходит дальше. Еще один минус. Как же жалко не залетел Квадро. Был близок к этому Кенниес. Но и так подарил серьезный шанс для G2. Потому что тиммейты-то его зафейлили. А так ситуация 2 в 2. Амане и Хантер против Дюпри и Мэджиска. Посмотри где она. Она в яме. Да. Ее уже никак не взять. Дюпри просто в поисках. Но одну спину кстати нашел. Сразу стреляет. Должен понимать, что Хантер где-то под Б. Хантер кстати бежит. А бомбы нет. Хантер об этом не знает. Ой-ой-ой. Как же он вывернулся, отвернулся. Выходит стреляться. И этот раунд уходит снова. Ребята, мы же тут. Обходить стороной. Стюи с ЦЗшкой. На перевес. Сильно поверил в себя, конечно. Хотя там было слишком много оппонентов. Об этом Стюи не был в курсе. Его наказали. Но по цепочке с Юспом действует более активно. Подбирает блок на руки. Там пуль больше. Но отдается против Зайву. Тут вместе с Шоксом вдвоем. И сейчас Зайву собирает информацию по двум оставшимся. Тиммейт начекивает. По этой информации первого. Минус Габриэль Толета. Зайву учителяет девятку. И ставит точку в этой пистолетке. Это великолепно. Нужно играть осторожно. И вместе с тиммейтом. Вот и тиммейт Фмисуто. Такое. Два в два. Успел переместиться Апекс. Правда, спрей не пошел. Зайву последний. У него на руках МПшка. Один. Серьезно дамажный. Кстати, пока ставится эта бомба. Зайву творит чудо. Убирает дальнего. И без прикрытия. Просто одинокий планетер бомбы. Ни в чем не виноватый. Отдается шедевр. Зайву очередной. Шокс прибыл к пункту назначения. И готов встречать своих счастливых пассажиров. Шоксиньо. Так, здравствуйте. Попытка постановки бомбы. И позволяет это сделать. Гримм один в два. Но РПК не позволит. Еще попробовал позволить после такого флика от своего тиммейта. Слушай, какие-то карнавалы фликов на этом турнире. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...